Всем привет! Сегодня отличный день. Паспортный, правда, но неважно. Нам пришла вот такая кипа извещений, приклеили. И, собственно, мы идём узнавать на почту, что это. А так как их тут три, и на каждого члена семьи это, видимо, что-то связано с ВНЖ. Надеюсь, там что-то будет либо приглашение на рандеву, или если бы они отправили сразу документы, было бы вообще отлично, без всякого рандеву, чтобы лишний раз не таскаться. Так, и пока идём, я покажу по дороге, что у нас тут есть. Так, вовсю уже начали цвести апельсины или лимоны. Апельсины вроде бы, да, точно. Вот они тут валяются. Никому не нужны, потому что они невкусные. Мы уже попробовали. Так у нас выглядит одна из наших улиц по пути на почту. Достаточно пустына, так как всех дождём. Так, тут у нас что-то итальянское, наверное, или испанское какая-то пицца. И любимые светофоры, на которых везде всегда горит красный. И зелёный вообще практически никогда не включается. Опа, обалдеть. Это единственный в истории случай практически. Ладно, шучу, но они где-то раз в три, в четыре, в пять минут, не знаю, сжигаются очень редко. О, магазинчик в Бош, в котором холодильники по сто тысяч рублей. Так, тут у нас что? Одеяльце по триста лир. В общем, всё для дома. Тут перевозят у нас газ. Вот в таких штуках, наверное, чтобы не бомбануло. И, собственно, вот они стоят. Так, Денис Андреевич тут перед камерой бегает. Ещё в таких штуках. Но это, видимо, чтобы бомбануло. Так перевозят небезопасно. Мясная лавочка. О, кстати, тут цыплят жарят. Но что-то сейчас уже, видимо, всех отжарили. Так, и Мигрос маленький. Мигрос джет. Самый обычный магазин. Да, только дорогой, как Денис сказал. Так, на доме такой огромный флаг. Я даже не знаю, как описать. Но я думаю, вы сами видите, насколько он... Да, видите, машину закрыла. Насколько он огромный. И, кстати, внизу вкусная... Ну, как, кондитерская, наверное, больше назвать её. Встречная очередь. Да, там вечно очередь. И обычно она... Ну, сегодня её дождём, как всё так, цветочечки. Цветочки тут везде и повсюду. И вот, наконец-то, мы уже дошли до почты. Тут тоже всякие специи, вон орешечки. Так, а вот почта так и выглядит. Сейчас пойдём узнавать. Да? Ты волнуешься? Нет. Нет? Так, исторический момент. Баба получила ВНЖ в Турции или не получила? Ну что, получила? Мне кажется, там всё по-турецки. Нет, я получила? Так, ну мы можем подсмотреть. Там есть карточка. И вроде бы баба, наверное, получила ВНЖ. Значит, без рандеву и без всего? Это значит, тебя можно поздравлять с турецким ВНЖ? Нет? Ладно, мы сейчас разберёмся, сами посмотрим и дальше вам покажем. Так, идём дальше. У нас тут такие апельсиновые деревья. И тут мы обычно покупаем семиты всякие, булочное, можно сказать. Всякие пироженки вкусные. И хлебушек. И вот уже можно видеть, кафешечки открылись. Ой, наконец-то открыли мороженое. А такое впечатление, что люди мороженое не едят. Плюс 20, плюс 15. Для них же это холод. Так, а тут жизнь у нас течёт своим чередом. Всякие мячики, не мячики. Детские игрушки. О, соседи общаются с балкона. Не знаю, мне умиляет эта ситуация. Их общение с балкона, через балкон. Так, а вот часто ходят такие мужчины с тележками. Ну, обычно мужчины. И вот, насколько я поняла, они собирают какие-то бэушные товары, скупают. Вот, насколько я поняла, не знаю. Если знаете, точно напишите. Будет интересно. О, мольберты. Можно, кстати, этой дочери доски, точнее, прикупить. Проходим такой мебельный магазинчик. С матрасами прямо на улице. Но они все запакованы. И так что не волнуемся за матрасики. Так, надо сказать, тут пробка образовалась интересная. Прямо непонятно. О, и тут агентство недвижимости. Кстати, агентство недвижимости практически на каждом шагу, но очень часто встречается. Так что, если кто-то не хочет с вами искать, можно обратиться через агентство. Вот кафешечки. Уже неспешная жизнь людей. Немножко подсмотрим. Надеюсь, они на нас не обидятся. Да? Не обидятся? Я не обижусь. Кстати, вон на двухэтажный магазин. Мне нравится. В Турции очень часто двухэтажный магазин. Вон можно посмотреть. Вот смотрите, какие миленькие стульчики со стульчиками. Прям такие, как кукольные детские. На улице второй этаж. Да, и второй этаж кафешечка. И, как всегда, тут вот собака такая вечно. Она огромная спит. Не знаю, мне кажется, ее перекармливают. Килограмм 60 весит. Килограмм 60? Это больше, чем я. Так, ну что, у нас капуста по лире с половиной. Апельсинчики по пять с половиной. Так, собственно, мы уже дошли до больницы. Смотрите, какая злая собака. Может, она не злая, просто охраняя? Смотри, видишь, у нее какой-то намордник красивый. Или что это? Это просто нагрудник. Ты такой хорошенький, да? Все, мы тебя не бесим. Проходим. Проходим мимо. О, мне нравится, кстати, здесь дома разноцветные. Все время забываем вам показать. Смотрите, какие желтые, розовые, оранжевые. И так, да, зеленые. Очень весело. Мне кажется, если в России хрущевки покрасили бы, было бы тоже повеселее. А, вот так тебе дали. Ну да, Денису нравится, но мне как-то не знаю. Мне прям кругло-окло-мышится нравится. Да? В общем, сейчас с вами пойдем найдем какую-нибудь лавочку или столик с лавочкой. И почитаем наши письма, мы еще их не открывали. И разберемся все-таки, это и камит или не камит. Или нас выгоняют вообще. Да, ну нам вряд ли бы с карточкой выгоняли. И мы еще свои письма не смотрели. Еще надо посмотреть, дочери дали или нет. Нашли вот такую площадочку. И сейчас с вами куда-нибудь присядем и посмотрим, что же там у нас. Собственно говоря, присели вот такие вот письма. Нас еще ждут два. Баба нам свой не доверила и открыла сама. Ну как вы уже... Я ее порвала вместе с письмом. Главное, что не с карточкой. Хорошо, что не доверила, видимо. А не, нормально, нормально. Это рыжая штуковина. Так, это мы открываем... Чей? Это мы открываем Дениса. У моего любимого оператора. Та-дам! И тут есть карточка. Так, все данные показывать не буду, но вот так вот могу показать. Сейчас. Открыт. И тадам! Денис Андреевич с турецким ВНЖ. Так, и осталось последнее письмо. Это мое. Что-то я себе обделила. Сейчас с вами посмотрим, что тут. Сейчас оторвем. В письме нельзя доверять, а? Сейчас, сейчас разорвем. Опа! Такс. Все, карточки нету. Опа! Ого! Все. Карточка есть, но я тут что-то как-то меня, я и так как бы сказать. Надо бащечки наесть, как по моему мнению. Я какая-то вычинутая, разве в жизни такая вычинутая? Меня куда-то, да, выжили. Потом скажут, Настя, это не ты. Это что-то странно. А ты скажешь, меня в тот день плющил. Ну, не похоже же. Ну, ладно. В общем, нам дали эти карточки. Действуют они год. До какого мы читали? До 9 марта? 9 февраля. 9 февраля? Еще 9 февраля подавали? Как несправедливо. Позже. Мы подавали 20-х, там число. В общем, действуют они до 9 февраля. Мы теперь можем находиться официально на территории Турции. С чем я нас и поздравляю. Ура! То, можно сказать, ждали мы их недели три приблизительно. Делали мы ВНЖ через агентство. Не стали заморачиваться с этим вопросом. И обошлось оно у нас в 2400 лир. Да. Собственно, все. А постили мы делали заранее дома. Агентство нам сделало фотографии, всякие сканы, нотариальную доверенность. Ну, чтобы, да, от агентства они действовали. Они перевод делали. Переводы. Заверяли его у нотариуса. Делали фотографии. Короче, его прям, агентство вообще всем занялось. Да, в общем, оно занялось всем. Мы только сходили. Они нам дали пакет документов. Мы сходили, просунули в окошко. Это единственное, что мы сделали. И сейчас еще сходили на почту. Ну, и заплатили еще. Ну, да, еще заплатили эти деньги и заработали. В страховку тоже в эту сумму входит налоговый номер, банковский счет. Это все уже делали они. Еще раз скажу, не помню, говорила или нет. В России мы сделали, опустили по 2,5 тысячи на документ. Это свидетельство о рождении ребенка было. И свидетельство о заключении брака. Так, собственно, все. Можете нас поздравить, потому что Денис Андреевич очень сильно нервничал и переживал. Собственно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы постараемся вам помочь, подсказать. Так что не стесняйтесь, задавайте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок